День Города В Рязани проводят высокотехнологичные операции на сердце. Наука побеждать в Горьковке в пятый раз стартовал межрегиональный молодежный патриотический форум. Шесть погибших в ДТП. Авария произошла сегодня утром на трассе М5. Столкнулись автомобили Мазда и КамАЗ. Подробности происшествия выясняет госавтоинспекция. Девятого апреля примерно в 5.30 утра на автодороге генерального значения Москва-Чайля, 275-й километр, в Сашиловский район Рязанской области произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и ликового автомобиля Мазда. В результате дорожно-трастного происшествия водитель автомобиля Мазда и пять пассажиров автомобиля Мазда погибли на месте. Сейчас личности погибших устанавливаются. Предварительно несовершеннолетних среди них нет. Водителю уже грузового автомобиля оказана медицинская помощь. Сейчас на месте ДТП находится временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Рязанской области полковник юстиции Александр Пиваев, начальник управления госавтоинспекцией ОМВД, полковник полиции Сергей Романов и руководство следственного управления ОМВД. Работает следственно-оперативная группа полиции. Для фиксации дорожной обстановки и проведения следственных действий применяется беспилотное летательное средство. Движение по трассе не перекрывалось. Следователями следственной части следственного управления ОМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В Шацком районе полицейские изъяли партию нелегальной табачной продукции. Общая стоимость немаркированных сигарет превысила полмиллиона рублей. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Почти 4,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок в салоне и багажнике своего автомобиля мужчина вез на реализацию в Шацкий район. Только вот доставить товар на торговые точки преступник не успел. Злоумышленник из партии нелегальной продукции задержали сотрудники в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» обратили внимание, что в некоторых торговых точках Шацкого района продаются сигареты известных марок сомнительного качества, но по цене ниже рыночной, без специальной маркировки. Оперативники установили гражданина, который занимается поставками в район нелегального товара. Выяснив время очередного прибытия злоумышленника, стражи правопорядка в окрестностях Шацка остановили автомобиль, в котором находился 56-летний житель Рязани. Продукцию на сумму более полумиллиона изъяли, а преступнику предъявили обвинение. Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Партия больше, чем на полмиллиона рублей – это еще не потолок для таких преступлений, рассказывают сотрудники полиции. Похожий случай в нашем регионе произошел в конце января прошлого года. Тогда оперативники пресекли факт незаконного хранения и реализации немаркированной табачной продукции на сумму почти 4,5 миллиона рублей. Преступником оказался 63-летний индивидуальный предприниматель из города Сасово. И хотя следствие еще ведут, предварительно мужчине сведят тюремное заключение на срок до 6 лет. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В Рязани развивается высокотехнологичная медицинская помощь. Все благодаря национальному проекту. Например, в регионе теперь проводят такие операции, как РЧА – хирургическое лечение нарушения ритма. И сердечную ресинхронизирующую терапию. Раньше эти операции делали в столице и ездили туда до 300 рязанцев каждый год. Допустим, нам надо с вами рассмотреть особенности анатомии, особенности прохождения сонной артерии. Вот здесь вот, видите, одно накладывается на другое, одни части изображения – на другое. Некомфортно разглядывать. А мы с вами, допустим, хотим увидеть вот эту артерию. Мы сейчас с вами удалим все то, что нам мешает. И оставим. И оставим, собственно, саму артерию. Вот смотрите, как она видна теперь. Гораздо понятнее. Артерия резко изогнута, такого быть не должно. А рассмотреть все в таких подробностях стало возможным благодаря новому кардиотомографу. В Рязанском кардиодиспансере он появился как раз перед ковидом, в конце 19-го. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Его принципиальная особенность – он работает настолько быстро, что может остановить мгновение, остановить именно сердце. Наверняка вам же доводилось делать флюорографию. И вам говорили вдохнуть, не дышать. Потому что, чтобы снимок был четкий и качественный, нужно, чтобы мгновение остановилось. Мы можем скомандовать вам, любому пациенту, но сердцу скомандовать остановись не можем. И вот чтобы это мгновение остановить, нужен супербыстрый томограф. И этот томограф так умеет. Благодаря новому томографу можно оценить анатомию сердца. То, что нужно для современных операций. Например, при протезировании клапанов и аорты. То есть, те манипуляции, для которых нужно знать точный размер, чтобы поставить необходимый клапан. В каждом томографе раньше был один нож. Потом два одновременно. Сейчас вот томограф умеет резать, упрощая, 128 лучами, лучевыми ножами. То есть, это означает, что за один и тот же отрезок времени мы можем посмотреть не 2 мм протяженности тела, а 20 см. Раньше исследование, допустим, грудной клетки могло длиться 20 секунд. И для пациента, который с трудом дыхание задерживает, это все-таки тяжеловато. А сейчас за буквально 5 секунд производится сканирование такого же объема. Другой плюс – снижена доза радиации. То есть, на этом кардиотомографе можно проводить профилактические исследования. Для нас он почему важен? Потому что с помощью него мы используем наши специфические методики. Это контрастирование сердечно-сосудистой системы. Так, допустим, чтобы поставить нам ортальный клапан эндоваскулярный, необходимо провести компьютерную томографию сердца с контрастированием, чтобы определить размеры отверстия, куда ставится сам клапан. Далее, с помощью компьютерного томографа, с помощью контрастирования мы выявляем точные показания для вмешательств при наличии бляшек на сонных артериях. По федеральному проекту первостепенная задача была обновление, так сказать, тяжелой техники ангиографа и компьютерного томографа. Помимо этого, наращивание темпов хирургических и эндоваскулярных вмешательств. Постановка кардиостимуляторов – 450 в прошлом году и 480 в этом. Радиочастотная абляция – в том году 50, в этом уже 150. Это только часть от общего числа хирургических вмешательств. Так что в планах не просто результаты повторить, но и превзойти. Социальные пенсии индексируются ежегодно в апреле. Размер этой индексации утверждается правительством. Ориентир – темп просто прожиточного минимума пенсионеров в стране за прошлый год. О том, на сколько процентов проиндексировали пенсию в этом году, наша съемочная группа узнала у специалистов регионального соцфонда. В Рязани больше 40 тысяч человек получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению, это включая социальную пенсию. А с 1 апреля выплаты проиндексировали на 7,5%. Социальная пенсия не зависит от стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. И бывает по старости, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца. После индексации размер социальной пенсии в регионе чуть больше 13 800 рублей. Заместитель управляющего регионального соцфонда Ирина Шитова рассказала, что индексацию провели автоматически и обращаться в отделение СФР людям не пришлось. Помимо социальной пенсии, проиндексирована также пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Ее получателем являются некоторые категории граждан. Например, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком житель блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда, космонавты. Здесь живые наслужащие, проходившие военную службу по призыву, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей. За подробностями можно обратиться в контакт-центр регионального отделения соцфонда. Межрегиональный молодежный патриотический форум «Наука побеждать» стартовал в библиотеке имени Горького уже в пятый раз. Он продлится до 11 апреля. Ежегодный проект направлен на сохранение и приумножение знаний об исторических событиях у молодого поколения. Славься, страна, мы гордимся тобой от южных морей. До полярного края, на гостях у леса, челеса и поляр. В библиотеке имени Горького стартовал межрегиональный молодежно-патриотический форум «Наука побеждать». Проект уже стал традиционным. Мне хотелось бы напомнить, что уже пятый год наш замечательный форум носит гордое суворовское имя – «Наука побеждать». Почему же эта замечательная суворовская формула, суворовская идея так ярко и сильно звучит именно на Рязанской земле? Потому что наша земля – это земля героев, еще начиная с Древней Руси. Это земля первых, кто прокладывал новые пути в науке, культуре, искусстве, военном деле. С приветственным словом к участникам форума также обратилась первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова. Она подчеркнула, что за годы проведения мероприятия Проект приобрел большое количество друзей по всей нашей стране. Форум будет включать в себя большое количество разных мероприятий. Это и конференции, и круглые столы. Это большое количество проектной работы. Поэтому всем участникам я желаю успехов. Приобрести новых друзей. Научиться побеждать. Чтить своих героев. И, конечно, всем нам победы. А еще на форуме подписали соглашение о сотрудничестве между Музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. Думаю, что смысл сегодняшнего форума – поделиться знаниями, опытом, информацией, который необходим новым поколениям для формирования собственного представления о добре и зле, о чести, долге, об отечестве и его героическом прошлом. Форум продлится до 11 апреля включительно. По словам организаторов, программа обещает быть насыщенной и интересной. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанском музее путешественников новая выставка. Она приурочена сразу к двум датам – Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. В экспозиции представлены экспонаты из личной коллекции рязанских филателистов Владимира и Алексея Туарменских. С большим удовольствием очароваем очередную у нас здесь филателистическую выставку. А всегда они предельно интересны, потому что уникальные совершенно предметы под названием «Марки» выставляются. Более 140 марок и 30 почтовых блоков из 30 стран мира. Уникальность данной выставки в том, что эта коллекция охватывает период с 1961 года по 2022. Некоторые марки были выпущены не просто в год, но даже в месяц с первого полета человека в космическое пространство. Редкие экземпляры для экспозиции предоставили известные рязанские филателисты Владимир и Алексей Туарменские. Это не только страны Восточного блока, которые, естественно, проявляли особое внимание в нашей космической программе, но также зарубежные страны, африканские, которых мы бы вообще не заподозрили в интересе к космонавтике, к Юрию Гагарину. Ну и есть даже одна марка непризнанного государства – это республика Кабинда, область в составе Анголы, которая имеет правительство в изгнании. В музейной витрине целая история освоения космического пространства, которую начал наш соотечественник. И именно поэтому мы должны помнить Юрия Гагарина, напоминают филателисты школьникам, пришедшим на открытие экспозиции. В данном случае важно то, какое наследие Гагарин оставил после себя в филателии. Поэтому марки упоминают и интеркосмос, как международную систему космических проектов, которая стала возможна благодаря тому, что Гагарин первый полетел в космос. Эти марки упоминают также и советскую космическую программу, и современную российскую космическую программу. Это все продолжение той истории освоения космоса, которая началась вот с этого полета в 61-м году. Каждая из марок – историческое свидетельство того, как в разных странах мира выказывали уважение первому космонавту. На большинстве экспонатов первопроходец изображен в профиль, на других космонавта нарисовали ванфас со своей знаменитой гагаринской улыбкой. Хотя есть и уникальные марки, рассказывают филателисты. Некоторые из них освещают элементы частной жизни, семейной жизни Гагарина, которые малоизвестны даже у нас в стране. Так, например, одно из африканских государств выпустило марку, на которой представлены семейные фотографии Гагарина с женой и с дочерьми. Те фотографии, которые изображают его в скафандре или со своей знаменитой гагаринской улыбкой, конечно, тоже есть. А еще на открытии рассказали интересные факты о Юрии Гагарине. Так, например, первой полученной его наградой после космического полета стала медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин приземлился на поле колхоза имени Шевченко в одной из деревень недалеко от города Энгельса. Удивленный председатель колхоза вручил ему награду в день приземления. Хотя положение о медали не предусматривало награждение тех, кто не работал на целине. Но ведь, с другой стороны, космос – это же тоже целина. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова